Давайте представим себе человека, у которого есть особенно радостный день. Допустим, жених, у него сегодня свадьба. Он действительно полон радости, и находиться, он достоится, жениться на его любимой невесте, то есть я сейчас немножко хочу не ловить меня на слове, потому что часто у человека это сочетается с страхом, боязнью, а что будет, как будет. Я говорю, что не об этом, когда есть такая ситуация, когда человек действительно, у него праздник великий, великий праздник. Это понятно, что великий праздник, он не только в момент, когда он вводит свою невесту в хупу, когда вводит невесту в место уединения, и у него весь день не праздник, и до, и после. Есть очень важное замечание, что когда у нас есть праздничные дни, праздничные дни, пусть это будет шаббес, пусть это будет расходочная глава месяца, любые праздники, в частности Ханука, это не просто причина исполнить заповедь этих дней, это эти дни даже нас приподнять, возвысить во всех наших проявлениях. Есть такой замечательный человек, человек в Иерусалиме, Арцвимей Разильберг, он об этом писал, что Ханука и все праздники, где они в Хануке, должны нас поднять на более высокий уровень. Мы в эти дни освящаемся высшим светом. Это касается даже того, как мы улыбаемся нашей жене. Она нас поднимает на другой уровень. Это касается того, как мы говорим другими людьми. Должна быть молитва другая, на высшем уровне, настроение другое, радость другая. Совершенно вне, кроме заповедей Хануки. Не так просто. Но это очень важное принципиальное замечание, потому что, знаете, всегда есть ситуация, когда есть заповеди дня. В том же деле, что это называется Ямэй Ханука, это не просто заповеди, которые выпадают в эти дни. Это пишет Абрам, это называется Ямэй Симха, это дни радости. Дни радости. То есть, точно так же, как, допустим, если коснемся, допустим, другого, противоположного примера. Девятая ава. Это просто день, когда надо послушать эйху, почитать кинот, посидеть на низком стульчике до полудня и не кушать. Это день травмы. День травмы. Человек должен весь день быть в травме. Внутренне травмы, а не во внешнем. Так и наоборот. Когда мы говорим, речь идет о днях, как Ханука или Пурим, или праздники. Это дни, которые должны нас поднимать на другой уровень. В чем источник этого? Следующее. Об этом пишет Рамхалю, да, твой нот, что наши святые праздники, они чем нас одаряют? Включая шаббат, конечно, и расходы, все праздники. Потому что эти дни, особые дни, когда духовный мир, духовное влияние Всевышнего, оно присоединяется к нашему миру, который граждан на более высоком уровне. Есть влияние Всевышнего, это источник этого материального мира. Есть высочайшие духовные влияния. Есть также влияние, которое Всевышний дал нам и как бы присоединяет его к нашему материальному миру. Это духовное влияние, оно проявляется в двух вещах. Проявляется, так сказать, в источниках этого дня, так как есть влияние Высшего света в эти дни. Это означает, что это может быть причиной, что законы природы везде отменяются какие-то. Так как это деньги, высшие миры, они более сильные, важные, чем низшие. Просто мы находимся в низшем мире. В этом мире скрывается влияние и влияние высших миров, это причина того, что законы нашего мира отступают перед этим. Это источник чудес, которые происходили из нашего рода именно в дни праздников. Пусть это будет Ханука, пусть это будет Пейсах, пусть это будет седьмой день Пейсаха. И это раскрытие высшего духовного влияния, высшего света, это причина того возвышения наших душ, которым мы должны удостоиться в эти праздники. И опять же, повторюсь еще раз, представьте себе такой пример. Есть человек, который почти без сознания, скажем так. И он в полном сознании. Это общая стадия человека. Не просто, допустим, он что-то не чувствует, что-то не видит, плохо понимает. Это общая стадия человека. У нас добавляются в святые дни возвышенное влияние Всевышнего, возвышенный свет, который освещает наши души и освещает также наши тела. И это источник этого света, источник чудес, которые были в эти дни, он тот же самый. Это высшее влияние Творца. И это то, что мы должны действительно удостоиться в наши святые дни, подготовиться к ним, вдуматься, чувствоваться в величие, того, что нам сделал Всевышний в эти дни, чтобы в нашей подготовке к этим дням мы удостоились, чтобы эти святства этих великих дней надо, скажем, услышать более полноценно. Учебность. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...